Готовность избирательных участков к предстоящим президентским выборам. Этот вопрос стал ключевым в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. О подготовке избирательных участков к единому дню голосования 18 марта 2018 года и обеспечению безопасности во время проведения выборов доложили руководители профильных структур и территориальных подразделений федеральных ведомств. Как доложил участникам заседания глава окружного избиркома Георгий Попов, дислокация избирательных участков определена и меняться не будет. На сегодня это может произойти только в случае чрезвычайных ситуаций. Кроме этого, отдельные избирательные участки Ниньского округа с сегодняшнего дня начали оборудовать системой видеонаблюдения. Подрядчиком выступает Ростелеком, к 1 марта оборудование протестируют и сдадут. Эксплуатируется у нас будет видеонаблюдение в двух территориальных избирательных комиссиях города и, соответственно, Заполярного района. Это Ленин на 12 и Губки на 10 по этим адресам. В избирательной комиссии Ниньского автономного округа по Олиной 25 видеооборудование не устанавливается и видеооборудование должно быть смонтировано на пяти избирательных участках. Это один избирательный участок номер 37, территория поселка Искателей, школа номер 6. И на территории города это избирательные участки 41, 42, 43, 44 и 48. Всего в округе 51 избирательный участок, 11 на территории города, 5 в поселке Искателей и 35 в селах. С 15 марта на всех участках будут проводиться обследования на предмет безопасности сотрудниками Росгвардии совместно с ФСБ и МЧС. Сегодня на обеспечение правопорядки общественной безопасности планируется задействовать более 100 сотрудников управления, более 30 военнослужащих и сотрудников отдела Росгвардии, 3 работника частных охранных организаций. В отдаленные населенные пункты округа, где нет участковых и полномочных полиции, для обеспечения охранного порядка будет откомандировано 20 сотрудников управления. Алгоритм уже отработан, проблем с этим не будет. Также в округ будут отправлены два специалиста-кинолога со служебными собаками для обследования участков на предмет взрывоопасных веществ. На период проведения выборов подразделения МЧС России по НАО будут переведены в усиленный режим работы. О проверках на предмет пожарной безопасности мест, куда жители НАО придут на выборы в единый день голосования, доложил первый замначальника МЧС России по НАО Владимир Антонов. 24 объекта у нас проверены, из них в рамках плановых проверок избирательных участков, проведено 5 проверок и в рамках профилактической работы 19 избирательных участков у нас проверено. Основные вопросы, которые возникают, проблемные, это, соответственно, пути эвакуации, это огнетушители просроченные и, соответственно, резервные источники питания. Как мы знаем, что каждый избирательный участок должен быть оснащен резервным источником питания. С 25 февраля все участковые избирательные комиссии начнут работу и будут принимать заявления от избирателей по месту нахождения.